Музей Селивки Нашей командой в музее Селивки, удивительное место, я хотел показать вам римскую курицу, потому что римским орлом это не назовешь, чтобы мы понимали, что здесь берут великолепную совершенно тумбу, она полностью деформирована, абсолютно перебита, деформирована, вот это все у нас абсолютно, все, что вы видите, ручной труд. Кривые буквы написаны в совершенно неудобных местах, либо это была заготовка, то есть они ее нашли и вот начали. И вот у нас делают, вот это символ огромного римского государства. Курица, реально курица, совсем не орел, близко не относится. Корову, детали, элементы, фрагменты, все очень стихийное, все очень некрасиво и примитивно. Вот это отличный ручной труд. Вот она, вот это отличает ручную работу от образцовой. Вот это прекрасная тумба, которая полностью выдержана. Вот это, попробуй вот эту фасочку, вот это вот полсантиметрика выбранная. Попробуй ее вот так вот выбери, фиг выберешь. Но потом у нас приходят эллины, которые пишут буквы и они даже рассчитать пропорцию не могут. Они пишут, где попало. Понятно, что здесь никаких надписей быть не должно. Внизу они вообще не написали. Вот это реально ситуация, тот случай, когда где попало и как попало сделано. Но дальше уже высокая эрозия. Здесь вообще другие буквы, как попало тоже понаписано. Этого быть не должно. Здесь абсолютно кривейшие буквы, вообще позор просто. Это римляне, уже это римское. Там эллины, а тут решили и римляне записать. Это вообще никак не соотносится с прекраснейшим срезом. Абсолютно эти углы. Вот это эллины. Хоть как-то старались. Да, буквы О кривые, одна такая, они разные абсолютно. Вот, разные формы. Ну, это все набивали, как могли. Никаких прямых линий здесь нет у нас. Но хотя бы. Римляне и дальше, они вообще не напрягались. А сейчас я покажу, я много что показывал. А сейчас я покажу образцовую работу. Работу древо образцовых мастеров. Вот видите, что здесь? Вот это уже совсем иной уровень качества. Когда мы передаем даже ткань. Вот она, ткань у ребенка. Ну, в данном случае здесь. Это же символическое изображение, конечно. Вот эти ткани, вот для сравнения просто. Я весь вверх уже все византийское. Они перебивают. Люди похожи на Аленку. Все кривое, косое. Никак несоотносимые верхние и нижние части. Ручной труд. И выдающиеся, посмотрите внимательно, когда каждая мышца на ножке этого младенца, его уже нет, но каждая мышца у нас, каждый пальчик, вот до миллиметра, все передано. Вот великая разница между, огромная разница между великим, механизированным, супер качественным, видите, и абсолютно сомнительным, плоским, ручным. Видите, что ни одного ровного цветочка никак не соотносится. Это, вот это, и вот этот шедевр, эти трубочки, или вот эти вот тела полностью, выдержанность уж младени, с ним уж такой вот тученький, да, ножки, ручки, все это прекрасно. При этом воздушно, легко, объемно, 3, 4, да, передано. Абсолютно продолжение, примитив. В жизни угадайте, кто это? Это чудище, римский орел. Примитивная ручная работа. Это тот голубь, святой дух, да, в христианстве. Простая работа, там не спрашивает о скелет ламантина. Это чаша образцовая, она, конечно, другого плана. Солнечные часы я показывал. Этого я все многое озвучил, мы не остановимся. Как определить, что это византийское? Если у вас похожи лица на шоколадку Аленка, вот если лица сильно похожи на шоколадку Аленка, значит, это делали римляне-византийцы. Все будет кривое, косое, ну, вы поняли, Аленка. Это Буава от Гераква. А вот теперь, да, это Буава от Гераква, я знаю. Я вот Гераква, да, да, да. Вот смотрите, да вот, а то ведь зрители тоже спросят посмотреть. Да, это от его статуи, они совершенно канонические. Я о другом. Да, абсолютно. Ну, не надо смеяться, не надо садиться на кактус, не надо. Вот не будем употреблять гостеприимства в музее. Смотрите, я о другом хотел показать. Вот у нас совершенно образцовая туника, образцовая статуя в великолепном, роскошном одеянии. Здесь великолепная горгона, как символ оберег. Горгона никогда не была злой. Ее изображали иначе, я буду скоро говорить о ней очень подробно и расскажу об этом. Вот перед нами прекрасные грифоны. Вы видите, здесь узел, зависть, все прекрасно, великолепно изображена. Эта ткань просто как живая. И здесь с какого-то перепугу кривоногий и хромой выбегает римский орел из маминой спальни и качает головой. Вот этот кривоногий и хромой выбегает умывальник. Вот этот вот символ государства. А эта статуя не меньше, чем императорская статуя, чтобы не соврать. И вот это позднее перебили, потому что это с медузой великолепной. И вот с этим вообще суперкрутыми тканями вообще никак не соотносится качество. Символ государства, мало то, что где-то ниже бубка вместе, потому что здесь негде было добить его, не перебить его. А здесь что-то, какой-то элемент, они его поддобавили, поднанесли, подправили. Кривой, абсолютно никчемный. Орел вообще несоотносимый. Вот даже вот все эти бараны, они гораздо лучше изображены, вот эти животные. Вот этот цветочек качественно изображен, чем символ государства. Потому что эти статуи присваивались, головы ставились. У меня куча фотографий, где тело Аполлона, голова стареющего императора Трояна. Вообще, без комментариев. Но мы выдаем как статуи римских императоров. Лишь потому, что у нас где-то в полуинтимной зоне прилеплен орел. Извините за... Понимать, раптовка, ну, чтобы объяснить, вот условный пупок. Зачем пупок изображен тут, как бы... Или это, ну, это как бы часть вообще... Ну, вроде как это одежда же уже, хотя нет, грудная клетка. Нет, все-таки какая-то одежда. Как странно, пояс Грифоны. Что еще раз? Размерность соотношений. Если он был один к одному, то у него должен быть рост лет на два. Ну, мы даже не знаем. А, ты про с ней. Я про то, что качество вот этого орла добили гораздо позднее. Вырезали. Он, как символ государства, наихудший изображен. Хуже всего. Все остальное изображено прекрасно. Я пытаюсь понять, это все-таки доспехи, да. Зачем на доспехах пупок изображать? Ну, странно. Ну, да, это сверху доспехи. Ну, ладно, изобразили, изобразили. Вся мускулатура, все роскошно. Орла, курица, опять толстоногая и кривая изобразили. Потому что не могут. Это ручная технология. Она просто присваивает себе Римская империя. И все это удивительное, вот это все удивительное у нас с вами. Ой, господи, какое чудо. В общем, так не ждите от историков никаких чудес. Они вам скажут ровно то, что скажут. Вот последнее. Ну, не трогаем экспонаты. Музейный. Да. Они ничего не будут увидят этого рова и вот скажут. А медузы уже проигнорируют. Понимается, что мы можем сделать вот такой роскошный, совершенно до полировки элемент. Но символ государства, Римской империи, огромной империи, сделать нормально не можем. Они присвоили римляне. Когда уже это поймут? Что римлянами все просто было призвоено. Перекручены головы, приделаны. Они вообще другие совершенно, эти головы у большинства статуй. Никак не сочетаемые. И то шедленные, то материал вообще другой. Здесь вот роскошная полировка, просто чудо. Ой, красота. Соотносимо у нас великолепна статуя. Но даже не вот этот вот метальон барельеф настенный. Понятно, что здесь взгляд мы видим. Мы можем, несмотря на тот испорченный нос, мы можем увидеть здесь взгляд этого юноши. Но не в этом дело. Посмотрите на элемент на груди, на элемент одежды. Он у нас... Здесь у нас вот это все обломано. Так, так. Просто тень дает. Да, да. Вот. Здесь у нас... Зачем было выбирать такое? Просто имитация. Тоненький-тоненький мрамор. И выбирать внутри. Никто же этого не видит. Он же внизу висит вот так вот, а наверху. Но кто-то предпочел. Вот это было еще вот так вот аккуратненько загнута окантовочка. Кто-то сделал, потому что был виртуозный мастер. Да. Ну, римлянам было бесконечно далеко, как и эллинам до этих шедевров. Вот они, римляне. Вот они, эллины. Вот они, сплошные Аленки. Это я не про тебя. Римлян Корректор А.Егорова